Новый канцлер Германии продолжает турне по Европе. В Брюсселе Олаф Шольц встретился с руководством ЕС и высказался за сильный и суверенный союз. Омикрон заставляет европейские страны вернуться к ограничениям. Дания закрывает школы и ночные клубы, а Германия делает вакцинацию обязательной для медработников. Церемония вручения Нобелевской премии мира прошла в Осло в очном формате. Награду разделили главред новой газеты Дмитрий Муратов и филиппинская журналистка Мария Ресса. Верховный суд США разрешил клиникам Техаса, выполняющим аборты, оспорить так называемый закон о сердцебиении в федеральном суде. Без этого закон нельзя признать неконституционным. Норвежец Магнус Карлсон досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам, не оставив шансов россиянину Яну Непомнящему. После успехов в национальной политике и поездки в Париж для восстановления тандема с президентом Макроном, новый немецкий канцлер перенес свои усилия на уровень Евросоюза. Олаф Шольц приехал в Брюссель, где он много раз бывал на переговорах. Его встретили знакомые лица, такие как председатель Еврокомиссии Немка Урсула фон дер Ляйен. Они обязались вместе решать общие задачи. Мы хотим, чтобы Европейский Союз был сильным и суверенным, сказал Шольц. Это означает, что у нас должна быть тщательно скоординированная стратегия во внешней политике. Прежде всего, нужно добиться успехов в обеспечении безопасности и обороны Европы. Нельзя терпеть никаких угроз отдельным странам. Мы, конечно, глубоко обеспокоены событиями, которые разворачиваются вдоль украинско-российской границы. Другие общие проблемы включают борьбу с пандемией и преодоление ее экономических последствий. В списке приоритетов нового канцлера также предотвращение климатических изменений и переход на чистые источники энергии. Директор Брюссельского института Брегель предполагает, что по теме энергетики между ведущими державами континента могут возникнуть трения. Это будет одно из первых серьезных испытаний для франко-германской пары, сказал Гундрам Вольф. Важно, чью сторону займет Брюссель. Франция привержена ядерной энергетике. Оно утверждает, что атомные электростанции не выделяют парниковых газов и поэтому должны считаться зеленой технологией. Германия же называет АЭС опасными и собирается отказаться от ядерной энергетики очень быстро. Европейская турне Шольца также включает встречу с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Все эти переговоры проходят в преддверии встречи глав государств и правительств ЕС, которая состоится на следующей неделе в Брюсселе. На этом саммите также будут обсуждаться вопросы безопасности и обороны. Германия ужесточает подход к вакцинации. В пятницу немецкий парламент принял закон, согласно которому к середине марта все работники больниц, врачебных кабинетов и домов престарелых должны будут либо сделать прививку, либо переболеть коронавирусом. Кроме того, документ разрешает вакцинировать людей стоматологам и ветеринарам. Нельзя терять время. У федерального правительства много планов. Но цель номер один, наша главная цель – защитить население во время санитарного кризиса. Тем временем, Чехия, также начиная с марта, сделала вакцинацию обязательной для пожилых людей старше 60 лет. Кроме того, прививку должны будут сделать медработники, полицейские, пожарные, спасатели и военные. Сейчас уровень заболеваемости COVID-19 в стране – один из самых высоких в Европе. Словакия стимулирует вакцинироваться материально. Так, в четверг правительство пообещало заплатить привившимся жителям страны старше 60 лет по 300 евро. На сегодня вакцинированы лишь 46,5% словаков. Между тем, Дания вновь вводит коронавирусные ограничения. Школы переходят на обучение онлайн, ночные клубы закрываются, а бары и рестораны отныне будут работать только до полуночи. В стране зарегистрировали уже около 400 случаев заболевания, вызванного омикроном. Минуты молчания по окончании речи на вручении Нобелевской премии мира в Осло. Почтил память погибших коллег-репортеров, отдавших жизни за профессию. Российский лауреат Дмитрий Муратов, главный редактор «Новой газеты», призвал сидевших в зале городской ратуши членов Нобелевского комитета, встать и поддержать таким образом тех, кто подвергается преследованию. Он посвятил премию четырем погибшим журналистам «Новой газеты» и сотрудничавшим с ней адвокату и правозащитнице. Когда правительства все время улучшают прошлое, журналисты пытаются улучшить будущее. Поэтому это премия всей настоящей журналистики. Это премия моим погибшим коллегам и друзьям из «Новой газеты» Игорю Домникову, Юрию Щекочихину, Анне Политковской, Насте Бабуровой, Стасу Маркелову, Наташи Истемировой. Это премия и живым моим коллегам сообществу, которое продолжает выполнять профессиональный долг. После церемонии награждения Дмитрий Муратов предложил создать международный трибунал против пыток, а также содействовать в обмене удерживаемыми лицами между Киевом и Республиками Донбасса. Спасибо огромное. Вынужденная посадка самолета Ryanair с оппозиционным журналистом Романом Протасевичем была операцией КГБ Белоруссии. На этом настаивают власти Польши, которые опубликовали запись переговоров авиадиспетчера Минского аэропорта с пилотом лайнера. На ней слышно, как некто третий подсказывает диспетчеру, что именно, кто должен сказать командиру воздушного судна. Одновременно этот человек поддерживал постоянный телефонный контакт с кем-то, сообщая своему респонденту о ситуации с самолетом. Мы предоставили вам доказательства и другие факты, которые ясно указывают на то, что угон самолета Ryanair был операцией белорусских спецслужб, направленной на арест противника политического режима Лукашенко. Представитель польских спецслужб также добавил, что хронология событий собрана и задокументирована. Из нее следует, что сообщение об угрозе взрыва направлено пилоту лайнера до отправки электронного письма, предупреждающего о наличии взрывчатых веществ на борту. На днях газета New York Times написала, что диспетчер Олег Галлегов, который был причастен к этому инциденту, бежал из Белоруссии и рассказал о том, как КГБ республики координировало всю операцию. Директор департамента по авиации Минтранса Белоруссии Артем Сикорский назвал публикацию информационным вбросом. Он также подтвердил, что Олегов уехал из страны и предположил, что за границей на него оказывали давление. 23 мая самолет Ryanair рейсом Афины-Вильнюс был вынужден опосажен в Минске из-за угрозы взрыва. Находящийся на его борту оппозиционный журналист Роман Протасевич и его подруга гражданка России Софья Сапега были задержаны. Ранее Следственный комитет Белоруссии сообщил, что оба сотрудничают со следствием. Летом их перевели из СИЗО под домашний арест. Верховный суд США разрешил клиникам Техаса, выполняющим аборты, подать в Федеральный суд иск против так называемого закона о сердцебиении, указав в качестве ответчиков представителей властей штата. Бюрократические правила требуют этого, чтобы впоследствии признать закон о запрете абортов противоречащим или не противоречащим Конституции. Речь идет о законе Техаса, вступившем в силу 1 сентября. Он запрещает женщинам делать аборт позднее шестой недели беременности, когда, по мнению некоторых ученых, у плода начинает биться сердце. По данным правозащитных организаций, на этом сроке большинство женщин еще не знают, что беременны. Акт не делает исключений для случаев, связанных с насилием или инцестом. Закон позволяет любому человеку подать в суд на клинику, которая делает аборт, или тех, кто способствует аборту, и получить от них компенсацию. Магнус Карлсон досрочно защитил титул чемпиона мира по шахматам, обыграв в 11-й партии Яна Непомнящего. В пятницу норвежец играл черными фигурами и после этой победы набрал в матче 7,5 баллов, став недосягаемым для «Россиянина». Эта победа стала самой крупной с 93-го года, когда Гарри Каспаров обыграл Найджела Шорта. Матч за мировую шахматную корону проходил в Дубае. Начался 26 ноября. Первые пять партий завершились в ничью, в шестой Карлсон взял верх. Также норвежец выиграл у Непомнящего восьмую и девятую партии. Конечно, я чувствую облегчение. Трудно испытывать большую радость, когда ситуация изначально была настолько комфортной. Но в целом я доволен очень хорошим выступлением. Карлсон стал 16-м чемпионом мира по шахматам в 2013 году, отобрав корону у Вишванатана Ананда. С тех пор он четыре раза защитил свое звание. В Москве была представлена официальная экипировка российских спортсменов на Олимпийских играх в Пекине. Россия все еще находится под санкциями ВАДа, поэтому основная идея коллекции – отразить уникальность страны, не прибегая к использованию официальной символики. Форма спортсменов украсила карта, собранная из различных географических объектов России. При этом цвета флага использовать можно. В этот раз основными оттенками коллекции стали темно-синий, красный, белый и цвет цин. Последний в китайской культуре символизирует энергию и жизненную силу. Каждый спортсмен получит комплект из 68 элементов – от парадных костюмов до балаклав. Дизайнеры из компании «За Спорт» не забыли и про практичность в условиях пандемии. В капюшон спортивного костюма вшита защитная маска с римскими цифрами 24 – порядковым номером игр в Пекине. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова